В Москву прибыл уникальный цирковой артист. Жираф по кличке Тато преодолел 3000 километров, чтобы выступить в России. Эти животные крайне редко появляются в цирках. Все дело в том, что дрессировать жирафов очень сложно. Гиганты на самом деле нежные и пугливые звери. Дрессировщик должен проявить максимум терпения и ласки, чтобы жираф стал ему доверять и перестал бояться. В Европе Тато уже знаменит. Он объездил всю Италию, был в Греции и Румынии. И вот теперь ждет выхода на московскую арену. Тато совсем не опасен. Наоборот, он очень дружелюбный. У него удивительно мягкий характер. К людям относятся с интересом. В Италии, например, любят погулять в открытом загоне, пообщаться с посетителями. Особенно радуются, когда к нему с угощениями приходят. И здесь у вас, конечно, ему не погулять, слишком холодно. Комфортная для жирафа температура не ниже 20 градусов. История этой собаки – готовый сценарий для полнометражного фильма. Московские волонтеры, помогающие бездомным животным обрести хозяев, узнали о Гоше в феврале 2011 года. На местном форуме появилась тема. Во Владимире обнаружена русская гончая с перебитой лапой. Породистый пес с жуткой травмой, проблемами с желудком, но золотым характером, мерз в приюте. Собаку нужно было спасать. И это даже не обсуждалось. Пес не очень молодой. И не старый. Добрый и милый. Ласкается, как кошка. Жалко его там. Марина, а что сейчас актуально? Финансы? На данном этапе все. Передержка, транспорт, финкураторы до пристройства ежемесячно. Финансовые благотворители на обследование. Привлечь больше народа надо. Потом пиарные фото, статья тоже. А лапу можно спасти? Пока ничего не понятно. Нужно обследование. Надо же его из Владимира сюда перевезти как-то. Передержка найдена. Собаку можно перевезти. Маршрут Владимир-Москва. Здорово. В начале холодов пес будет уже в тепле. Когда Гоша приехал в Москву, работа по его спасению только началась. Дорогостоящие операции на лапе, а их пришлось сделать целых три, оплачивали как могли, всем форумом. Гоши вылечили зубы, посадили его на диету. Проблемы с желудком практически исчезли. Гончий пес терпеливо переносил все процедуры. Ему даже пришлось ходить с аппаратом Елизарова на лапе. Своих спасителей он просто покорил удивительным характером. Спокойный и деликатный пес хорошо уживался даже с кошками. В Гошу влюбились все волонтеры, которые принимали участие в его судьбе. Одна из девушек взяла его домой. Так гончий пес, чуть не сгинувший во Владимире, стал домашней собакой. Он научился уверенно опираться на лапу. В семье гончика баловали, но от вредных привычек отучать не забывали. Гоша быстро стал холеной домашней собакой, которая очень любит валяться на диване и гулять с хозяевами. Наконец-то в теме на форуме появились фотографии не грустных собачьих глаз, а счастливого животного. Гоша действительно улыбался. Повезло, в теме были люди, которые помогли Гоше стать домашним песиком. Он вытянул счастливый билет благодаря вам всем. Пусть все и дальше у него хорошо складывается. Блестящая золотистая шерсть, любящая хозяйка и счастливая жизнь. Но на этом история, к сожалению, не заканчивается. В сентябре 2013 года Инна, приютившая Гошу, внезапно умерла. И пес снова стал бесхозным. Волонтеры, конечно, не оставили его в беде. Гончака взяли на передержку. Но что такое передержка для собаки, привыкшей к собственному дому и мягкому дивану? У него улыбка, вот просто вот у него губки, они до ушей были растянуты. Он был вечно в складочках, вот у него все это задранная морда умильная. Он все время улыбался. Он улыбался всем, собакам, людям. Он был просто жизнерадостный, довольный пес. Вот сейчас он тоже вроде подобие такое изображает, но это, к сожалению, совершенно не та. Он любит ласку, я вижу. Он любит ласку, общение. Вот. Он очень классный, конечно. Пес. Гоша уже не молод, ему около восьми лет. Но со здоровьем у него практически нет проблем, а характер просто идеальный. Девушки-волонтеры пообещали псу, что он снова станет домашним. По характеру это очень удобная собака, комфортная собака. Много не гуляет. Очень чистоплотный. То есть дома, в принципе, он крупный пес, да, но он много места не занимает, потому что он, в общем-то, вот лежит на своем, да, диванчике, матрасике там. И все, его целый день не видно. Он приходит только покушать на кухню и, соответственно, радостно выходит это вот гулять. Конечно, для гончей гулять это очень важно. Вот в силу уже возраста, в силу его травмы, он много гуляет, к сожалению, не может. История каждой бездомной собаки – это драма, но надежда на счастливый финал есть всегда. Этот гончий пес осиротел дважды и вновь отчаянно нуждается в хозяине, в настоящем друге, который полюбит золотую собаку, несмотря на возраст и больную лапу. Если вы можете взять на себя ответственность за судьбу Гоши или как-нибудь помочь волонтерам, звоните по телефону, указанному на экране, или обращайтесь в редакцию комсомольской правды.